доброго времени суток youtube здравствуйте гости подписчики моего канала сегодня у меня видео презентация такая но не презентация обзор предварительный хотя у меня уже был на канале этой палочки но видео ну скажем так по независимым от меня причинам пропала вот и я делаю у меня приятное событие мы вернулись из швеции но не это приятное то время когда мы были в швеции в германию приезжал алекс дашевский из нью-йорка прилетал вот и он привез мне палочка это называется дипломат барон от абу россии и еще вот такой вот бланк мотай это супер воздух и горо вернусь в украину буду собирать ему палочку значит теперь по вот этой поздно ночью потому что времени не защите тихо либо сделайте громче либо я там попытаюсь значит вот так выглядит эта палочка в числе чехол не отреновой очень классный такой на молнии имеет два отсека один отсек для верхней части спиннинга второй отсек для верхней части спиннинга значит спиннинг этот чистый файверлячок сделан он для японского рынка вот я не знаю более ну как бы еще таких спиннингов а тут абу россии вот так вот он продается в таком виде значит по тактико-техническим данным значит это у нас дипломат барон дпс 612 хул мгс значит с тестовым диапазоне он от 0,3 грамма до 2,5 грамма 0,8 3 и 3 по этому самому по лесочке значит вот такой внешний вид у палочки пробковая рукоять но не побоюсь этого слова обалденный дизайн значит кайф концепция кольца значит все это сейчас буду снимать поскольку завтра в 3 часа мы встанем ну 4 и поедем на рыбалку с Игорем Михайловичем как раз вот я потестю этот спиннинг буду ловить двумя палочками фаворитовским блюбердом который компакт и этой палочкой буду ловить значит он метр восемьдесят пять в длину то есть для такой палочки с такими тестовыми параметрами это довольно таки неплохая длина значит весит эта палка 64 грамма проверить я это сейчас не могу но тот барлон который у меня уже был в руках вот на тесте и на рыбалку мы с ним ездили вот и так я его в квартире значит тот я перевешивал по моему там параметры все совпадают значит этот я сейчас взвесить не могу вот но я не сомневаюсь что тут скажем так как сказано так и сделано вот значит по строю он регулярно хотя если вот так вот как бы ну мое личное впечатление все таки уже ловил этой палочкой вот эта палка ну для того теста для которой она предназначена то есть до двух с половиной грамм это можно сказать что даже фастовая палка хотя позиционирует ее как регулярно она не сопля она такая ну ладно пусть будет регулярно но это я опять повторюсь это мое личное мнение то есть не спорю с производителями никому его не навязываю значит палочка делалась да что же не так упаковывает хорошо палочка делалась для ловли форели повторюсь предназначенной для колебалочек но я пробовал ей микроджижить пробовал мармодрочить великолепно справляется со своими задачами что еще могу сказать по этой палке значит это первоначальное видео которое было значит на эту палочку была поймана форель если мне не изменяет в районе двух килограмм или чуть больше или там кило 800 или кило 900 вот вот такое то есть она справляется на ура с крупной рыбой не нужно бояться что она такая вот вся невесомая вся легенькая очень легкая она из-за того что барон это не барон а борон то есть это материал который применяется при создании этого бланка позволяет сделать его более жестким вернее более прочным и менее тяжелым вот поэтому вот такая вот палочка значит по скажем так по своим вот характеристикам не знаю получится у меня или нет порыбачить с ней на лене буду надеяться потому что у меня как бы планы очень большие и там рыбалка и там рыбалка в общем во всяком случае ей можно ловить даже на теке то есть стримовый вариант это не стримовый вариант палки а стримовая рыбалка тоже может происходить с этим спиннином значит конечно под нее нужно легкую катушку это однозначно но дизайн у нее это просто бомба это просто бомба по-другому не могу сказать то есть алекс большое спасибо за такой подарок за такую лялечку значит завтра пойдем с этого момента пойдет другое видео то видео я прервал почему потому что у меня была возможность половить этой палочкой в течение двух недель совершенно в разных условиях это было и дикая река и несколько других платников не только тот на котором мы ну как видео я анонсировал мы ночью по поедем поехали вот во всяком случае приблизительно 5-7 рыбалок я этой палочкой половил она успешно разломлена с первой рыбалки и вот но мне кажется от настолько я ее понял сразу же мгновенно практически ну не скажу что с первой рыбалки там 2 3 рыбалка дипломатом особо ума не надо чтобы раскрыть эту палочку то есть она сама раскрывается она она очень достойная в общем даже не знаю как сказать начну на расставок со своих личных ощущений по тестовочке хоть и заявленный тест у нее от 0,3 до 2,5 грамм лично я бросал на платничке веса джигалока 0,2 грамма и маленький трестерочек ну разные приманки бросал то есть в принципе выходило наверно около 0,3 грамм я не знаю точно я взвешивать не собираюсь у меня тут и нечем взвешивать вот я пока еще в германии поэтому скажу свои личные ощущения вот смотрите ну вот повторюсь 0,2 грамма плюс приманочка летела ну приблизительно 4-5 до 6 метров ловил я на леску значит леска специальная троуд серии вот михалыч как лесочка называлась на которой я ловил на барона сейчас михалыч принес вот этой лесочкой я ловил сейчас вам скажу игрока я не вижу тут толщины 4 4-либровая лесочка в общем вот при такой лесочке вылет 0,2 грамма плюс приманка вот повторюсь 45 ну иногда 6 метров но 6 метров это надо постараться это идеальное условие вот по другим весам скажу так бросала я прошу прощения вчера приехал из берлина это меня саша угощал китайском ресторане креветками такими ядерными что у меня до сих пор горло болит вот санек привет тебе вот короче говоря значит ставил максимально где-то полтора грамма плюс жучок это вы увидите на видео вот ну полет скажем так весьма и весьма достойный палка настолько кидучая что ну просто иногда поражается но естественно я был был я был бы не я если бы я не стал ее перегружать значит максимально то что я и бросал это 3,7 грамма то есть 3,7 грамма это та приманка которая летит не теряя дальности полета а наоборот увеличивая его то есть скажем так 3-3,5 грамма можно пульнуть ну метров наверное на 40-50 где-то вот в таких пределах сам я не считал врать не буду с рулеткой не бегал ну вот так вот визуально ну ладно будем скромнее хотя бы ну 40 метров это точно то есть палка очень кидучая бросает сама можно бросить вот просто вот таким вот движением кисти то есть то есть палочка сама это самое но опять же что тут есть одно но забросить и анимировать приманку это две разные вещи если вы хотите 3,5 грамма допустим анимировать я думаю это будет не то пальто скажу больше что когда я бросал такие блесна вот там 3,5 3,7 вот пюрешечку 3,7 большую то уже на проводке чувствуется нагрузка на бланк то есть бросает она без всяких проблем такой жить и там а вот когда начинаешь крутить катушечку уже чувствуешь как бланк начинает ну нагружаться сильно вот некомфортное состояние вот то есть бросить можно провести можно но есть ощущение перегруза в своем тестовом диапазоне ну это просто великолепно это и заброс и отработка ну не говоря уже там о весах 0,9 грамм 0,8 грамм 1,2 грамм 1,8 то есть все эти блесна летали в воду все это отрабатывалось все великолепно летит и палка не нагружается а вот именно с большим перегрузом а 3,7 грамма по отношению к 2,5 это сумасшедший перегруз то есть это почти 50 процентов то есть заброс без всяких проблем я чувствую что вот допустим можно даже было бы 4 грамма пульнуть то есть не вопрос пульнуть она пульнет но вот когда вы будете делать проводочку это уже будет ну увидите как грузится бланк ощущение вот такие вот но не очень приятное вот потому что когда работаете нормальными весами крутите бланчок отрабатывает видно как колебалочка работает и никаких проблем а когда бланк нагружен вот оно видно она даже при проводке вот так вот немножко по пригружена и уже вот этого ду 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 ну вот колебаний бланка который передает колебалка это уже не ощущается вот а так палочка конечно великолепная значит особых трофеев я на нее не поймал ну за исключением той Абу Гарсии которая у меня было в прошлом видео о котором я говорил она оно пропало там трофей был такой в районе двух килограмм точно врать не буду это там или кило девятьсот восемьдесят или два с копейками в общем двух а двух а надо двух грамм вот так вот палка отрабатывает великолепно значит за все это время я не знаю сколько рыб было поймано особенно в Берлине мы с Аней рыбачили на платничке там и ну я не считал кто сколько поймал но мы поймали 18 штук форелей там с головой хватило и адреналина хватануть при том что форель там очень бойкая и ну такая необычная вроде не большая окажется что там вполне приличный экземпляр короче рыбу вяжет идеально сходов практически нет вот были сходы единственное когда я ну скажем так хочется же снять рыбку не просто поймать поймал пока камеру на груди включаешь пока одну кнопку пока другую удочка в руке в общем сходы есть а так вообще вот как бы не сливает очень нравится мне инструмент пользуясь случаем еще раз алик большое спасибо очень хороший инструмент весьма достойный дизайн вот я не знаю я здесь ничего не переделал мало того я Михайлович сказал что если бы я раньше подержал в руках вот эту палку помнишь как ты на рыбалке сказал я бы по другому собрал ну заказал другую ручку на свою но этот план намного короче просто ну да этот короче но вообще ручечка здесь очень приличная в общем видео с этой палкой будет оно уже снято будут будут монтироваться не знаю буду успевать или нет пока у меня укладывается прежний режим три видео в неделю вот следующее видео как раз будет та рыбалочка на которой мы были идея и успешно именно эту палочку разловил и на на окунем и форелькой то есть рыбалка была очень трудовая но тем не менее успешно пока больше ничего не сказать не могу кроме того что она мне очень легла в руку очень нравится и ну скорее всего будет основным форелевым инструментом плюс еще не знаю попробую головлика ей но это уже когда вернусь домой а так палочка очень достойная отличный дизайн и если у кого есть возможность для начала купить себе такой инструмент как форельвичка или для мармадроча микроджига то палка очень и очень на этом все если будут какие то вопросы пишите на что смогу постараюсь ответить спасибо за внимание до новых встреч а